Спасибо большое вам за представление и за такой подробный анонс всех событий, безусловно, очень интересных. Я, дорогие коллеги, сегодня расскажу вам о проведении онлайн-конференции. Татьяна Викторовна уже говорила, что я читаю большой курс по проведению конференций разных, не только онлайн. А сегодня я остановлюсь на онлайновой конференции, потому что так или иначе это нас всех касается. Мы после того, как мы просидели достаточно долго дома, мы научились конферировать и работать удаленно через компьютер и так далее. Но здесь есть, конечно, свои особенности. Вместе с искусственным интеллектом мы нарисовали картинку, где примерно представили себе, как в зуме проходит конференция, как каждый по-разному подписывается, себя презентует. Кто-то вообще не обременяет себя такой вот задачей, себя представить, ему предоставил кто-то вход. Он там и пишет компьютерщик, Денис, хотя там женщина на самом деле изображена. Нужно сказать, что я первый раз в своей онлайн-конференции участвовала не во время пандемии в 2020 году, а намного раньше, во время извержения вулкана в Исландии, что я должна была лететь на конференцию в Германию. И самолеты практически не летали. И вот немцы прислали мне программу, я ее установила у себя в компьютере, тогда еще никаких зумов не было. И впервые выступала онлайн, у меня было очень странное ощущение, что я сошла с ума, потому что я говорю с компьютером, я сижу и что-то в экран говорю. Потом, когда стали задавать по чату вопросы, я поняла, что меня все слышали и все нормально. Так что, в общем-то, такая технология, она существовала уже давно. И конференционная специальная технология, и можно было через скайп общаться, как вы прекрасно знаете, с родными. Например, общались через скайп. Но вот как бы не было счастья, да несчастье помогло. И вот это вынужденное сидение дома привело к тому, что мы более-менее освоили технологии, появилось много новых технологий, платформ, которые дают нам возможность общаться онлайн. И таким образом сегодня сфера нашей академической коммуникации она в значительной степени расширилась. Вот мы и сегодня будем говорить об особенностях коммуникации именно онлайн. Значит, мне хотелось бы, прежде чем перейти к специфике онлайновых конференций, отметить, что вообще-то говоря, у конференции может быть довольно много целей и задач. И с одной стороны, конечно, научная конференция, академическая конференция предполагает, что мы каким-то образом представляем новое научное знание, которое выработали мы, обмениваемся этим знанием с другими, получаем какое-то знание от других, может быть, где-то приходим к консенсусу, может быть, где-то спорим. Но, в общем, здесь рождается какая-то истина. Вообще-то говоря, это не единственная цель конференций академических. И я условно выделяю конференции такие вот научные, конференции административные, которые непосредственно научных целей иногда не ставят, а ставят цели, ну, скажем, позиционировать, скажем, какое-то подразделение в глазах какого-то сообщества, неодвительно научного, может быть, административного. Вот бывают такие конференции, но они часто по жанру, это может быть конгресс, форум, вот такая большая, куда приглашают всяких начальников, министров, каких-то заведующих какими-то отделами городских образований, или науки, или ещё чего-нибудь. И это такой вот как бы смотр, который даёт научной организации, университету или академическому институту определённые дивиденды. То есть такие конференции тоже нужны. Но такие конференции обычно не проводят онлайн. Там может быть какой-то один персонаж, который не может приехать, ему предоставляют слово и транслируют его на экране, но в основном они как бы проводятся живьём. А вот онлайн, чистый такой вот онлайн, чаще всего проводятся всё-таки именно научные конференции, для которых, ну, может, и неплохо бы встретиться лично и пообщаться, там, может быть, вместе в ресторанчик сходить, или кофе попить, пообсуждать что-то как бы не очень публично. Но главное в этом – это обмен какими-то идеями, который возможен онлайн. Потому что приватно в онлайне тоже можно общаться, вы прекрасно понимаете. И таким образом мы сегодня в значительной степени будем говорить именно вот о таких научных конференциях, хотя в курсе я там рассказываю о других возможностях, которые дают академические конференции. И там целей у них может быть, задачи может быть довольно много. Можно какие-то шаги сделать в разные стороны, в популяризации, в коммеморации, в подвижении бренда, своего института, там контактах каких-то определённых и так далее. Но мы сегодня будем говорить о научных конференциях. Значит, какие вообще форматы конференции мы знаем? Мы знаем обычную конференцию, очную, виртуальную или онлайн, о которой мы сегодня будем говорить, гибридную конференцию. Вот таких сейчас конференций большинство проводят. Проводят нормальную конференцию, но кто-то всё-таки не может приехать и кого-то, значит, какие-то доклады транслируют онлайн. Потому что уже во всех центрах научных, даже и не центрах, аппаратура для этого есть. Для этого, в принципе, какую-то сложную аппаратуру и не нужно. Для очень маленького круга достаточно просто униктора компьютера. Для какого-то круга побольше, больше экрана или проектора, который транслирует хоть на белую стену. Ничего сложного такого не нужно. И вот таких гибридных сейчас большинство. Я сама очень активно участвую в гибридных конференциях и очно не могла бы ездить туда и сюда, потому что, кроме всего, это ещё довольно затратно. И вот конференции, о которых, может быть, вы не знаете, может быть, вы не слышали, я сегодня о них расскажу. Это такие глобальные круглосуточные конференции и полулокальные, полувиртуальные. Но это отдельно. Я о них расскажу. Тоже такой способ конферирования, который предполагает формирование или поддержку каких-то научных связей. Значит, коллеги, я сразу не сказала, можете задавать мне вопросы. Значит, то, что вы задаёте вкладку «Вопросы», я вот сразу не вижу. А лучше пишите в чат, я тогда по ходу буду отвечать, а потом в конце посмотрю уже вопросы специально и отвечу на вопросы. Ну, сейчас я видела вопрос. Вообще такого вот закона или какой-то инструкции, которая присваивает конференции статус или которая определённым образом характеризует конференцию, это конгресс, это форум, это международная конференция или всероссийская с международным участием. Вообще такой инструкции нет. И чаще всего такие инструкции выпускают сами университеты. И в разных университетах по-разному интерпретируют. Вот в каких-то университетах, если есть пара иностранцев, это уже международная, в каких-то пишут с международным участием. За рубежом вообще не называют часто конференции международными, потому что они международные по определению. Особенно в каких-то небольших странах, типа Финляндии, Швеции или Голландии. Там, я даже не знаю, там невозможно провести национальную конференцию, потому что внутри страны очень много живет иностранцев, которые там или приезжают из соседних стран, это занимает там 2-3 часа. Поэтому, может быть, наше министерство, Министерство высшего образования и науки, Министерство просвещения, к которому сейчас тоже 53 вуза относятся, может, они такой циркуляр выпустят, у нас же администраторы любят выпускать циркуляры, но пока таких циркуляров нет. И если это у вас, в вашей организации важно, бывают организации, где это не важно. Вот я работала в Академии наук, там даже с удивлением смотрели, когда с кем-то начинала это обсуждать. Ну, тоже зависит от института. А раз вы задали такой вопрос, значит, в вашей организации это важно, значит, вы в своем научном отделе должны, когда вы составите программу, проконсультироваться, потому что, вот я работаю в Герцоговском университете, да, в педагогическом, у нас вот такая есть инструкция, и мы, значит, ее исследуем иногда. Вот так вот приблизительно. Поэтому имейте это в виду. Ну, вот на курсе я рассказываю, чем там все-таки отличается конгресс, там, от форума, от еще каких-то других. Ну, в онлайновой форме чаще всего это просто научная конференция. Здесь таких онлайновых форумов и не бывает. Значит, как я говорила, есть еще вот такие глобальные круглосуточные конференции. Именно во время вот пандемии ковид появился такой вот новый формат. Этот новый формат был связан с университетом Альма-Матер Европе. Этот вот университет по... даже, значит, как бы Альма-Матер европейских университетов. Все европейские университеты такое. У него очень много отделений в разных странах у этого университета. Он сам по себе небольшой, но вот так вот таким образом он организован, что у него появилось в разных странах. и поэтому была необходимость каким-то образом во время проведения конференции объединить вот это все. Но страны находятся в разных местах, в разных частях света. Центральный офис, значит, находится в Зарцбурге. А всякие отделения в разных европейских городах и даже в Австралии. И вот, то есть они находятся в разных часовых поясах. Вообще, вот когда мы проводим онлайн-конференцию, появляется вот такая проблема, именно часовые пояса. И, значит, было сделано решение, вот в каждой точке, там, где отделение вот этого университета, значит, по мере того, как часовая стрелка движется по кругу, конференция перемещается в другую точку. И вот первую конференцию они провели в 2020 году, которая шла ровно 24 часа. 24 часа она шла и перехватывала инициативу, там, следующее, следующая точка и так далее. Значит, ну вот, сама по себе организация, это довольно серьезная, вот этот университет, у них только 37 нобелевских лауреатов работают. они вот таким образом, хотя университет новый, он в 2011 году только создан. Ну и вот они придумали, чтобы все участвовали в нормальное время и так далее. Здесь, конечно, сложность была та, что если вы хотите послушать все доклады, то вам нужно как бы не спать, или там какой-то доклад может по вашему часовому поясу прозвучать среди ночи. Но во всяком случае, вот такая идея была глобальной, круглосуточной конференции. И, в общем, в литературе есть информация, есть рассказ профессора права этого университета, Юрия Топлака, который вот рассказывает как раз, как он придумал этот тип конференции. В 2020 году конференция должна была быть довольно серьезной, на нее много надежд возлагалось. Они первоначально были в отчаянии, с учеными из разных пространств списывались, а потом в конце концов решили провести ее вот таким образом. Ну, это, конечно, я не могу сказать, что это идеальный формат для всех, именно потому что сложно участвовать во всех докладах. Но время от времени такие конференции проходят, так же, как конференции, которые по-английски называются Multisite Semi-Virtual Conference. Она стала проводиться уже, такого рода конференции стали проводиться уже, ну, после того, как жесткие ковидные ограничения, они уже отпали. И это тоже идея проведения конференции в разных точках, когда все остальные точки подключаются и участвуют в виртуальном. То есть вот перемещается сам конференционный процесс, где там в зале сидят люди, выступают на трибуне и так далее. А вот из других всяких мест участники конференции, они тоже участвуют онлайн, они могут задавать вопросы, там комментарии какие-то, транслируют на экранах и так далее. Вот такая конференция прошла в CAAS. Это организация, которая занимается программным обеспечением, модель предоставления программного обеспечения через интернет. То есть вместо того, чтобы покупать и устанавливать программы, можно подписаться на этот сервис и использовать приложение в онлайне. Вот тоже они организовали такую конференцию, получилось, потому что представители этой компании, ну она вообще по всему миру находится, на всех континентах. И они вот конферировали в течение суток, потом другую конференцию в течение двух суток они проводили. То есть вот в каждой точке, каждая точка, где базируются представители этой компании, она как бы вот по очереди брала на себя такое проведение. И таким образом получилось очень интересное мероприятие. В принципе, вот можно было бы попробовать так сделать с российскими университетами, какую-нибудь общую университетскую конференцию провести. У нас часовых поясов-то тоже много в России, и поэтому по мере продвижения каждый университет берет на себя. Но это вот уже какие-то большие конференции, здесь много организационной работы, когда нужно с руководством университета разговаривать и так далее. Вообще вот эти конференции, вот такие необычные, они стали очень популярными, таким вдохновляющим примером, можно сказать, стали. И вот многие организации стали проводить виртуальные мероприятия, проходящие через часовые пояса всего земного шара. Вот одна конференция вообще рекорд поставила, значит, такое полувиртуальное мероприятие, оно в непрерывном режиме, ну он стоп, 24 часа, 5 суток проходили. То есть можно было, ну 5 суток без сна никто не может, конечно, но вот была такая большая программа, каждый для себя выбирал то, что он хочет послушать и в какой сессии хочет участвовать. Ну, может, кому-то приходилось среди ночи вставать, чтобы поучаствовать в каком-нибудь мероприятии. Ну, во всяком случае, модель такая тоже существует, и, конечно, часто её использовать не нужно, это тяжело, но всегда нужно учитывать, что когда вы проводите онлайн-конференцию, существует такая проблема, как часовые пояса. И вот мы проводили два года назад конференцию, учебник как модель мира и общества, и у нас были участники от Японии до Канады. И, значит, вот мы делали программу, и это было довольно сложно, потому что надо было в какое-то нормальное время предоставить слово, ну, нормальное время по часовому поясу той страны. Поэтому у нас американцы выступали, значит, вот поздно-поздно, какие-то, значит, японцев мы ставили рано-рано, и коллег с Дальнего Востока. И, в общем, проблема такая была, то есть у нас конференцию мы не могли провести там с 9 до 6, мы проводили её почти до 9 часов вечера, именно для того, чтобы американцы какое-то нормальное время выступали, и не нужно было им, и канадцы, весь, бог знает, в какое раннее время вставать. Но были, конечно, особенности, когда в вечернее заседание другой-нибудь коллега из Владивостока говорит, ну, всё, я очень интересна, но я больше не могу, я пойду спать, у нас уже четвёртый час. То есть вот такие вещи, конечно, нужно учитывать. И тут мы, когда делаем программу конференции, ну, обычно логика у нас такая теоретическая, но здесь в онлайновой конференции ещё логика часовых поясов прибавляется, когда мы должны учитывать участников, чтобы это было всё-таки какое-то нормальное, комфортное время для них, такое вот человеческое, не ставить их в какие-то сложные условия. Ну, значит, давайте подумаем. Значит, я вопросы вижу, я в соответствующий момент по этому поводу несколько слов скажу. Значит, давайте подумаем, какие у онлайновой конференции могут быть преимущества перед оффлайновыми, перед такими вот, как мы говорим, нормальными конференциями. И какие проблемы и недостатки есть. Но, во-первых, онлайновая конференция, она географически доступна. То есть вот вам не нужно покупать билет, вам не нужно делать визу, что сейчас, по нынешним временам, довольно сложно. Я в январе участвовала в конференции общества по изучению 18 века международного, в котором я состою. Оно состоялось там в небольшом местечке Ходостон под Кембриджем. И сейчас там получим британскую визу и ехать куда-то мне бы вообще не хотелось с этим связываться, и было бы чрезвычайно сложно. Поэтому я очень рада была, что эта конференция проходила онлайн. Я увидела своих коллег по 18, которые занимаются 18 веком. выступила, была дискуссия, мы отлично пообщались, и это прямо было спасением вот в этой сложной ситуации. Собираюсь в конце этой недели в Екатеринбурге тоже онлайн выступать. Тоже как бы не ближний путь, и дорого, и университеты часто не оплачивают такие конференции. То есть это понятно нам всем. Значит, мы экономим время, экономим средства. И вы знаете, мы сейчас об этом мало говорим, а вообще-то международное сообщество все время говорит об экологическом следе, о том, что когда мы сокращаем поездки и полеты, то мы как бы меньше вредим природе. Эта повестка вообще довольно серьезная. Поэтому не нужно это тоже со счетов снимать, то, что можно сделать онлайн без потери основного значения, то неплохо бы это делать и онлайн. Значит, дальше. В значительной степени онлайн расширило возможности взаимодействия. Потому что многие платформы для онлайн-конференций предоставляют средства и для чата, и для обмена файлами, голосовое видеообщение одновременно. То есть, допустим, вы слушаете меня и можете в чате не просто мне вопросы задавать, а друг с другом обмениваться репликами, комментариями. Вы можете это не в общий чат посылать, а можете посылать адрес на кому-то. и это не то, что шушикаться во время доклада, это, в общем-то, комфортно. Ну и вообще это комфортно. Вы можете взять с собой чашку кофе, бокал с чаем каким-то образом, одновременно, участвуя в конференции, но если вы не выступаете, одновременно, скажем, ответить на какое-то сообщение срочно, принять телефонный звонок, ну, если вы не выступаете, естественно, а просто слушатель. То есть вот как-то не отрываться от жизни. Но есть такие умельцы, которые одновременно в двух конференциях участвуют, переключаясь с одной на другую. Ну, я тоже к числу таких отношусь, у меня вот такой опыт. Значит, дальше. Онлайн-конференции могут быть записаны, записи могут быть доступны участникам после мероприятия, могут быть доступны, значит, людям, которые вот не смогли попасть на эту конференцию, может, не знали, а потом хотят послушать или вашим студентам вы можете свой доклад или там какие-то другие доклады, полезные для них, продемонстрировать. Значит, онлайн-платформы предоставляют данные такие вот аналитического характера, что позволяет ну вот понять, кто участвовал, сколько участвовал, сколько времени провел, какие интересные были доклады или нет. Значит, больше аудитории, онлайн-конференции могут привлечь большое количество участников. И, во всяком случае, участников, которые не делают доклады, а слушают выступления, практически неограниченное количество участников, особенно если стремиться на какую-то другую платформу, на YouTube и так далее. Ну, конечно, онлайн-конференции имеют и некоторые недостатки по сравнению с оффлайнами. И самое главное – это отсутствие физического взаимодействия, потому что нам хочется видеть коллег, вот как мы говорим, посмотреть в глаза, пообщаться, непринужденно попить кофейку, сходить на дружеский ужин, завязать какие-то более дружеские отношения. Онлайн это сделать, конечно, сложнее. В онлайн-конференциях могут возникнуть технические проблемы. Может быть, эти технические проблемы не возникнут у организаторов, потому что организаторы, конечно, должны продумать технические вещи все заранее и по возможности подумать пути. Если что-то случится, форс-мажор какой-то технический, то что делать, чем заменить? Ну, бывают форс-мажоры. У меня один раз во время семинара выключили электричество, вырубили электричество. Вы знаете, я это в Зуме, значит, у меня был семинар, и я удивилась, что в Зуме даже никто не заметил потери бойца, потому что я тут же подключилась через телефон, и оказалось, что никто не заметил, что я там ненадолго выпала, хотя и ведущая была. Я даже успела во время доклада опять подключиться и дальше продолжать вести. Но у меня это продумано было, потому что у меня уже было в телефоне открыто как бы на этом месте, и поэтому я сумела быстро переключиться. Такие вещи нужно заранее продумывать. Ну, если вот электричество выключилось, выключилось бы сейчас директ-академия, которая ведет это вещание, было бы хуже. Но тоже есть запасные, значит, там варианты, поэтому в конце концов, там опытные люди, ничего страшного не случилось. Технические проблемы чаще всего случаются у участников, потому что я вот, мне многие говорили, коллеги, что я специально там училась, чтобы участвовать в вашей конференции, специально там брала уроки и так далее. Вот, несмотря на то, что мы уже много лет вроде в этой сфере пребываем, но еще находятся технически наивные люди, которым нужны специальные какие-то навыки получить. Вот, я советую, когда вы проводите онлайн-конференцию, за день или за два до конференции, делать такую техническую тест-сессию. Вот тем, кто не уверен в своих силах, некоторые даже, ну, мы сейчас Zoom не пользуемся, но есть аналоги Zoom, мы сейчас поговорим о платформах, которые существуют, есть аналоги Zoom и другие. Вот, просто потестировать, чтобы люди пришли и попробовали подключиться, если у них это не получится, чтобы они сразу с техническим персоналом могли связаться по телефону, чтобы на пальцах им объяснили, куда нажимать, куда не нажимать. Мы проводили на платформе Proof.me большую конференцию на 125 человек. Мы делали такую техническую сессию накануне, и не было проблем ни у каких участников. Кто-то пришел, но все сразу подключились. Нужно сказать, что на Proof.me такие милейшие технические персоналы, они звонят участникам, прям рассказывают им очень подробно. И, значит, мы писали всегда инструкции технические, что делать. Вот, желательно такие технические инструкции разослать, чтобы не было вопросов. Ну, конечно, ограниченная визуальная вот такая составляющая, и виртуальные мероприятия не могут предложить атмосферу, и вот эти впечатления, которые обычно создаются на офлайновых конференциях, такие как выставочные стенды, демонстрация продуктов. Но мы в гуманитарной сфере как-то в основном производим тексты, поэтому здесь такой проблемы нет. А вот когда собираются искусствоведы, и конференции проводят там Эрмитаж, Русский музей, или еще какой-нибудь другой музей, или когда технические конференции проходят, и тем, кто занимается техническими науками, им хочется посмотреть какую-то установку, не просто, ну вот, значит, камера там показывает все, а хочется посмотреть своим техническим глазом, как это работает, попробовать там включить, выключить. Вот этого, конечно, онлайн-конференция предоставить не может. То есть вот там к каким-то материалам, физическим образцам, к оборудованию довольно сложно вот это увидеть. И можно только посмотреть, как бы, вот фильм об этом оборудовании, да, о самооборудовании, потрогать нельзя. Так же, как там на медицинских конференциях, какую-то продукцию, которую вот очень часто фирмы финансируют конференции медицинские, и там демонстрируют свою продукцию, ну, лекарственную там, допустим, может быть, там физического взаимодействия особенно не нужно, а если это какие-то волокна или какие-то модели протезов или еще что-то, то тут вот как бы онлайн, в общем-то, есть определенная проблема. Конечно, у онлайновой конференции меньше возможности организовать полноценную культурную программу. Культурная программа для конференции очень важна, она не просто обогащает общение, она часто грамотно составленная культурная программа, она продолжает как бы сюжеты конференции, и поэтому она дополняет вот эти научные обсуждения. Конечно, онлайн-конференции, это конференции с такой сниженной вовлеченностью, вот эта легкость отвлечения, то, что многие находятся дома, в своем собственном окружении, где там телефонные звонки, там какие-то домашние звонки, ну, понятно, это не то, что вы сидите в зале, и там уже сосредоточены на конференционном общении. Ну, и онлайн-конференции, конечно, они не способствуют физической активности, мы сидим на месте перед компьютером, смотрим в экран, что вот, ну, нельзя сказать, что самое полезное времяпрепровождение, совершенно очевидно. Значит, дальше. Вот какие платформы существуют сегодня для проведения конференции онлайн, вот этих платформ довольно много, мы сейчас в силу определенных проблем отказались от западных платформ типа Zoom, но очень много возможностей отечественных, и, собственно говоря, даже не все здесь представлены. Вебинар-митинг с российским, тем не менее, они многие на английском языке называются, хоть и отечественные платформы. Вебинар-митинг с российский сервер, здесь есть часть, как бы, экосистемы серверов вебинар-групп, здесь есть весь функционал Zoom и даже больше. Значит, вот эта компания состоит в реестре отечественного ПО, поэтому можно пользоваться всем организациям, в том числе государственным, университетам, библиотекам и так далее. Но интерфейс, он интуитивно понятный на русском языке, и при любой технической сложности на помощь приходит русскоязычная техподдержка, которая работает круглые сутки вне зависимости от часовых поясов. На встречах могут присутствовать до 10 тысяч участников, из которых 100 спикеров с видео, то есть 100 спикеров могут демонстрировать свое видео. Вот, кстати, чем плохо был Zoom, там поддержка вообще никакая. Даже если на английском языке им писать, они как-то не отвечают, или отвечают односложно, типа, «Хай, Татьяна, спасибо, что обратились к нам, обязательно будем думать, как решить вашу проблему». Ну вот мне прямо такое письмо нужно, когда у меня там что-то непонятно, как происходит. много таких вот интересных функций вебинар, митинг, загрузить, жать файлы любых форматов можно без того, чтобы делиться экраном, создание опросов и тестов, то есть для обучения удобно, инструменты рисования, на группы можно делить, ссылка на напоминания для участников, фон вебинарные комнаты можно выбрать, в том числе брендированные, вот вы там в своем университете проводите, и там у вас на фоне ваших каких-то символов и эмблем все это может проходить. Также есть инструменты проктеринга, то есть то, что в учебных целях важно для приема экзаменов и так далее. там очень много функций, можно по ссылке зайти, вы презентацию скачаете, можете сами в письме открыть. Много тарифов разных, и бесплатная версия есть. Для бесплатной версии продолжительная встреча составляет 60 минут. Вот 60 минут это полноценное все-таки какое-то занятие, вот это 40 минут зума это как-то мало, ну там для 30 участников. Можно подключиться или из мобильного приложения, или из браузера, с телефоном можно и так далее. Многие крупные компании используют этот митинг. но вот единственный недостаток здесь, что нету специфической функции администратора и любой может начать администрировать. То есть если из подростковой аудитории вы работаете, то там может кто-нибудь взять на себя вот эти бразды и начать управлять вот этим всем процессом. Значит Proof.me вот Proof.me я почему-то очень люблю, у меня он на первом месте стоит, как-то мне кажется это очень хороший дружественный сервис, хотя у них есть бесплатный вариант, бесплатный вариант у них с водяным знаком идет и там пять человек очень неудобно это в общем-то платный сервис. Они постоянно что-то улучшают у себя, вот то, что было вчера, сегодня уже у них что-то новенькое есть. Это значит сервис не для супер большой аудитории, хотя одновременно могут присутствовать до пяти тысяч участников подключаться до тридцати спикеров с экранами одновременно. Но там очень много функций, но там рисовалка есть, значит режим виртуальной реальности, когда вы можете там нарядиться зайчиками и дедами морозами, ну для каких-то целей, для учебных это может быть использовано. Контроль присутствия, деление на группы, автовебинары, статистика после мероприятия, запись автоматом идет, ну и многие другие возможности в Proof.me там можно тоже прямо с программы скачивать файлы, разные режимы, режимы конференции, режимы, там тоже экран можно шарить, как во всем других. Ну вот мне в Proof.me очень нравится дружелюбная очень поддержка, которую в любое время можно по разным каналам написать, там тут же подключается, приходит человек в вашу группу, и чаще всего такая поддержка нужна, когда кто-то не может попасть вовнутрь, они такого человека ведут и сажают в этот орган арбон. Но можно пользоваться даже сервисами, которые всегда под рукой, допустим, видеозвонками от Mail.ru, сегодня тоже там есть демонстрация экрана и так далее, но у всех должна быть почта на Mail.ru в таких случаях. Кстати, в группах Телеграммах тоже есть такая возможность проводить конференции. Там большие группы не очень удобно подвисают, а если группа до 10-15 человек, такая небольшая, то там вполне комфортно проводить встречи тоже можно. Российское решение для видеоконференции Телемост до 200 человек, тоже много всяких функций, демонстрация экрана, загрузка файлов и связь с YouTube или с корпоративным сайтом, где может транслироваться конференция. Доска для рисования, чаты, отчеты и так далее. Но вот нету тоже бесплатных тарифов вообще. Видеомост основные основные функции тоже там есть тоже продукт российской компании. Тро конференц, которая работает как в России, так и за рубежом, но это российский сервис. Удобно там проводить мероприятия внутри компании. Совещания, планерки, особенно если компания проводит на своей территории в закрытой сети. 49 может быть выступающих и до тысячи участников. Добавление материалов во время вебинара, поддержка технологий хромакей, которые дают возможность установить любое изображение в качестве замены одноцветному фону. Всякие тесты, опросы, запись, естественно. Запись практически сейчас везде есть на всех платформах. Мессенджер встроенный. Интерфейс у них не такой простой, и поэтому в общем так ориентирован больше на специалистов. Ну вот еще ряд есть, я подробно наверное не буду говорить об остальных, можете их посмотреть, так вот прикинуть, какими-то вы уже пользуетесь. Я еще хотела сказать, что я часто использую от Сбера сервис Сберджа с вебинарс. Он вообще-то платный, но там до 100 участников, там есть бесплатная опция, и он просто один к одному похож на привычный зон. Там вы делаете именно по этому адресу. Вы можете сразу не найти, если зайдете на общий сервис, там сразу будут тарифы, и кажется, что он только платный. Если вы зайдете сюда, то увидите, что там есть возможность сделать встречу бесплатную. Единственное, что там эта ссылка не будет меняться. Если вы будете использовать одну и ту же ссылку, кто-нибудь в открытом доступе опубликует, вы знаете, что бывает, когда ссылка в открытом доступе, придут хулиганы и вам придется их вылавливать. такая кстати тоже есть в онлайновой конференции опасность, когда приходят какие-то вандалы и включают там, где неприличное что-то показывают на экране или начинают голосом вас перебивать. Поэтому желательно участникам только рассылать информацию или в каких-то группах, чтобы не набежали. У меня один раз только было такое, когда я в зоне проводила конференцию и судя по всему это даже не живые люди были, а боты, которых очень трудно было просто одним щелчком уничтожить. В этом смысле в профни тоже нет такого, там легко можно заблочить любого такого человека. таким образом очень много в сети есть возможностей и чаще всего в университетах или там в институтах в академических это решение принимает ну вот какой-то центр, который занимается цифровизацией и уже сотрудники пользуются этой версией. Ну или если вы сами хотите провести конференцию вне зависимости от ваших компьютерщиков, вы тогда сами смотрите что вам подходит вот из этого большого списка может быть какие-то сервисы попроще находить. Значит каким образом нужно вот вы готовите конференцию что собственно говоря и о чем вам нужно подумать для того чтобы проводить онлайн конференцию. Ну вот у меня на этом слайде я хотела найти аналог какой-нибудь картинки на русском языке хотела сделать с искусственным интеллектом картинку но он меня не понял я ему объясняла что я хочу чтобы было нарисовано. Ну вот в онлайновой конференции конечно вы видите только верхнюю половину и в этом смысле можно конечно вот примерно в таком интерьере проводить конференцию но вот я как бы категорически это не советую потому что бывает иногда ситуация она бывает редко но она бывает вот я всегда думала а надо ли там надевать значит там приличные брюки или на ноги что-то туфли там они домашние тапочки когда из дома проводишь и у меня вот два раза были ситуации когда мне пришлось перед всеми встать срочно броситься один раз к окну потому что у нас стали пилить дерево под окном ну а у меня открыто было открыто было окно представляете звук то есть пилежка такая то есть нужно закрыть немедленно и я вскочила не думая ну вот хорошо что я всегда одета нормально бываю я сейчас надо поскочить как бы вы убедитесь что у меня вполне приличный вид ну вот если вы значит считаете что вас никто не увидит то всякое может быть то есть может что-то случиться один раз был такой вот звонок с какими-то воплями в дверь мне тоже пришлось не просто вскочить а вскочить и подержать узнавать что случилось то есть я отодвинула вот эту ширму которая у меня тут стоит и все что у меня в комнате это все участники могли увидеть и мою удаляющуюся фигуру в том числе потому что это была экстраординарная ситуация и я думала мало ли ну что-то случилось может пожар может мне надо убегать извинившись перед участниками но всякое же бывает поэтому я значит вот советую в таком в таких условиях не участвовать в вебинаре тем более что бывает иногда кто-то сидит вот особенно первое время когда только стали онлайновые встречи проводить очень часто домашние ну не понимали что такого происходит господи сколько я видела у студентов этих вот там родителей в трусах появляющихся где-то на заднем плане ну вот такие вещи конечно нужно продумать потом значит когда вы готовите онлайн конференцию подготовьте техническую инфраструктуру убедитесь что у вас нормальная скорость быстрое интернет соединение выберите платформу убедитесь что все участники к ней могут с легкостью подключиться получить доступ протестируйте аудио видео камеры микрофона чтобы у вас была гарантия что вас видят и слышат и продумайте обстановку которая позволит хорошо вас видеть на экране и слышать бывают какие-то ситуации незапланированные над которыми вы не властны но по возможности продумайте освещение освещение и слишком яркое плохо и очень темное плохо поэтому если темно то чтобы была мягкая лампа которая не давала бы бликов допустим на очки иногда ведет ведущий у ведущего вебинара прямо вот эти звезды отражаются в линзах поэтому это все нужно об этом подумать значит когда вы делаете на программу составляете вот учитываете часовые пояса и убедитесь что ключевые докладчики у вас имеют возможность подключиться к платформе и так далее значит вот само поведение конференции ну понятно как в любой конференции вы запланируете заранее состоите программу отправите всем значит еще раз хочу повторить старайтесь не помещать в открытом доступе ссылку на программу лучше пусть по запросу значит вы можете поместить информацию о том что вот проходит такая-то конференция на такой-то платформе и вот по запросу участников уже тех кто не выступает а просто хочет прийти послушать докладчик по запросу вы отправляете ссылки сопроводив их просьбы не вывешивать нигде в открытом доступе значит на всякий случай во время проведения вот если это ответственная конференция дайте права администратора еще какому-то человеку потому что вот один человек ведет если не дай бог какой-то вандал значит онлайн вандал случится чтобы вот не вы должны были там бросить все проведение и его вылавливать а чтобы вот у вас была система которая могла вот этим заниматься на самом деле есть такая проблема серьезная нужно об этом подумать значит но обязательно модерацию как и в обычной конференции нужно соблюдать и значит здесь мне хочется сказать вот такую вещь она конечно важна и для любой конференции но для онлайн конференции она тоже важна это соблюдение регламента и ответы на вопросы но в онлайн конференции в какой-то степени если человек сильно превысил регламент можно конечно звук отключить потому что довольно грубо поэтому лучше какими-то мягкими средствами попытаться в чат писать бесполезно но вот есть такой способ можно написать допустим на листочке это я наоборот написала вот так вот будет и прям вот показывать тогда понятно или там еще какой-то знак но чаще всего люди понимают может быть значит на экране демонстрируете время к сожалению закончено что-то такое а вот когда вопросы задают на оффлайновой конференции такое тоже бывает вот сидит ведущий в зале вы наверное и сами это видели и сидит пол оборота и значит видит какую-то часть зала из другой части зала кто-то может руку тянуть хотеть там чего-то такое добавить задать вопрос ведущий не видит вот здесь в онлайн конференции может быть то же самое есть во многих значит платформах опция поднять руку есть значит какие-то способы там посигналить и поэтому извините ведущий должен должен обсмотреть всех участников может быть кто-то вот эту опцию но не знает не ту включил включил аплодисменты вместо поднять руку а может кто-то сидит в своем кружочке значит руку поднимает а у ведущего неполный обзор значит когда вы закончился доклад нет ли вопросов значит вот обсмотрите всех может быть кто-то хочет задать вопрос может быть кто-то кто не может там по разным причинам камеру включить может быть он в чате пишет что он хочет задать вопрос или вопрос задает в чате то есть вот очень внимательно нужно к этому отнестись даже еще более внимательно чем когда конференция оффлайновая вообще нужно ведущему обязательно следить за чатом потому что помимо того что есть что есть значит такая возможность задать вопросы в чате нужно еще в этот чат посмотреть чтобы увидеть что есть такая возможность ну вот мне подсказывают что есть таймер ну вот таймер да но как-то бывает что солидный чат выступает и его прерывать техническими средствами бывает неудобно поэтому лучше как-то попробовать сначала мягко ну и вот это касается любых конференций значит нельзя употреблять своим правом ведущего очень часто мы на конференциях слышим когда ведущий или модератор говорит я воспользуюсь своим правом ведущего и задам первый вопрос вот это вообще говоря не очень прилично ведущий должен наступить на горло своей собственной песни дать возможность вопроса задавать аудитории если аудитории вопросов нет тогда ведущий должен задать вопрос потому что отсутствие вопросов означает что выступление было неинтересное а проводя конференцию вы должны создать атмосферу когда участникам комфортно когда они видят что они значит их доклады интересны что они важны и поэтому значит ведущий во время каждого доклада продумывает свой вопрос но если другие участники задают вопросы он свой вопрос не задает если никто не задает вопросы тогда ведущий задает вопрос вот это вот как бы правило конференции которые позволяют ну вот каждому участнику почувствовать что он интересен что его доклад был важен ну какой-то какой можете вопрос такой и задайте но для специалист но вот для поддержания атмосферы это в общем-то необходимо значит ну понятно что конференцию нужно по возможности записать и вот у меня еще такой сюжет онлайновой конференции мы говорили что сложно организовать сложно организовать культурную программу но тем не менее ее сложно организовать но можно и вот тут можно подумать какую культурную программу можно организовать на онлайн конференции Это зависит от темы конференции, конечно, и от ваших возможностей. Я сейчас расскажу, какие у нас были культурные программы на наших конференциях, которые я проводила. А я занимаюсь интеллектуальной культурой 18 веком, и конференции как-то на такие темы. Например, на конференции учебников «Проблемы мира и общества» мы сделали культурную программу такую. Мы договорились с музеем лицей, где учился Пушкин, это одно из отделений Всесоюзного музея Пушкина. Мы договорились с директором библиотеки, и она провела экскурсию по учебникам лицея. То есть показала нам учебники, по которым учились в пушкинское время, показала вот эти книги, рассказала о них немножко, показала библиотеку. Это была такая сессия. Мы сходили на виртуальную экскурсию, и это было очень интересно. У нас была другая конференция, связанная с интеллектуальной культурой 18 века. Мы договорились с директором библиотеки «Вольтер». В Петербурге, в Российской национальной библиотеке, находится библиотека «Вольтер», которую Екатерина II все время купила. И она в отдельном подразделении. И нам директор библиотеки «Вольтера» провела экскурсию виртуальную по библиотеке «Вольтера». Открывала книги, показывала заметки маргиналии «Вольтера» на полях. Это было очень интересно. Допустим, это культурная программа, где-то там минут на 40 примерно. Еще на конференции «Философия за пределами Академии» мы с моей коллегой сделали такую смешную культурную программу. Она всем очень понравилась. Мы выступали в роли таких диск-жакеев. Мы рассказывали с Татьяной Вадимовной Мукиной, доктором культурологии. Она музыковед. Я историк философии. И мы взяли таких персонажей, философов, которые писали музыку. И я рассказывала про их философию, а она рассказывала про их музыку. И мы проигрывали музыку Фридриха II, у которого много философских сочинений, очень интересных. Жан-Жака Руссо, который написал оперу «Деревенский колдун». Мы послушали кусочек из Ютуба. Мы, конечно, готовились. У нас получился такой часовой концерт. Всем очень понравилось. И писали нам потом письма с благодарностью. Говорили, что совершенно неожиданно. Мы не ожидали, что на онлайн-конференции такое будет. Но у вас у всех свои какие-то возможности. Может быть, какая-то интересная библиотека. Может быть, какой-то интересный музей. Может быть, это какой-то регион с какой-то интересной национальной кухней. Вы можете пригласить на виртуальный ужин и чего-то такое показать, продемонстрировать. Здесь фантазия может работать по-разному. Но что-то вы можете такое показать. Потому что один из недостатков онлайн-конференции, что у нас мало впечатлений. Когда мы куда-то едем на конференцию, мы видим новый город, встречаем новых людей. Иногда в свободное время посещаем какие-то музеи. Это тоже прелесть такого общения. Виртуальная конференция нам такой возможности не даёт. Организуйте что-то такое. Может, по городу экскурсию. Может быть, ещё что-то такое. Так что культурная программа в онлайн-конференции вполне может быть. Вы можете показать что-то. Может быть, ваш фрагмент небольшого фильма, который посвящён какому-то ремёслу, может быть, какие-то в вашем регионе есть. Или ансамбль какой-то национальный интересный. То есть во второй половине дня обычно это делается. И дайте возможность потом участникам свободного такого обсуждения. Обязательно во время онлайн-конференции, во-первых, хорошо бы делать отдельно вот такую комнату, где бы дежурил волонтёр или кто-то там, специальный человек, куда бы могли прийти участники, может быть, там пообщаться. И давайте обязательно возможность людям свободно общаться, просто болтать. Так же, как на обычной конференции всё это бывает. Во время кофе-паузы, перерыва же в онлайн-конференции тоже нужно делать. Не отключайтесь, а пусть люди там посидят, познакомятся. Иногда вот так вот сейчас знакомятся виртуально, меняются адресами и потом уже продолжают общаться. Это на последнем докладе не отключайтесь. Скажите, что вот, ну а вот теперь свободный полёт, теперь можете свободно обменяться мнениями. Уже как-то с меньшей модерацией. Люди, если взрослые, научная конференция, ну как бы обычно нормально вот это всё получается. Значит, возвращаясь к этой картинке, хочется несколько слов сказать про дресс-код виртуальных конференций. Значит, вот вообще-то на научных конференциях, я не имею в виду конференции вот такие административные, где какие-то очень важные представители администрации или власти участвуют. А чисто научные, как-то не принят очень формальные дресс-код. Вот костюма, пиджак с галстуком там как-то излишне выглядит формально. Ну вообще многие онлайн-конференции, в которых я участвовала, особенно зарубежные, там все откровенно сидят в футболках и это как бы совершенно нормально. У нас вроде так не очень принято, но всё равно какое-то снижение небольшое вот этого градуса официоза, оно нормально, то есть там не костюм, а может быть рубашка или костюм без галстука, значит, там может быть не футболка, а джемпер. Вот каких-то украшений там блестящих не надо, они могут отвлекать на себя внимание, это неудобно. Какие-то яркие мигающие оттенки тоже не очень хороши. И обратите внимание на фон. Но вот если у вас нет специальной ширмы, вот эти фоны, как бы виртуальные фоны, они не всегда бывают удачны, потому что они там немножко искажают движение человека, и там, кажется, рука откуда-то из стенки показалась. Поэтому по возможности лучше простой физический фон, там стенка какая-то или, может быть, какая-то карта на фоне, или какой-то постер, на фоне которого вы сидите. Но они очень яркие, чтобы не было отвлекающих элементов. Ну и некоторые предметы становятся в онлайн-конференции аксессуарами, поэтому подумайте об этом тоже. Мы очень часто сидим перед монитором, особенно вот полтора часа, когда ведущий всё время, значит, вы меня видите, и у меня там, допустим, чашечка, чтобы горло промочить, это нормально. И вот в этой ситуации чашка становится аксессуаром, поэтому если там на ней какая-то глупая надпись, то, значит, неудобно, какая-то нейтральная должна быть. Значит, что я дальше хотела бы сказать? Вот есть ещё такой жанр, вы, может, меня не спросили, но могли бы спросить, а почему я там ничего не говорю о заочных конференциях? Ну вот как раз сейчас я бы несколько слов хотела сказать о заочных конференциях, которые я называю заочными и условными конференциями. Вот конференции, которые чаще всего, ну, предполагается на таких конференциях, что, значит, будут присутствовать как бы вот эти вот постерные или стендовые доклады. В принципе, вот мне задали вопрос, есть ли техническая платформа для таких презентаций. Да, технические возможности для таких постерных докладов, конечно, есть. Это не проблема. А, значит, доклад там, допустим, заранее записать, или просто материалы каким-то образом представить, презентации и так далее. Но вот в условиях онлайн-конференции обычно этот жанр не используется. Я вот ни разу не видела, что в онлайновой конференции были представлены стендовые или постерные доклады, потому что, в принципе, нет проблем сделать дополнительную сессию и послушать нормальный доклад всех участников. Вот ведь онлайн-конференция, она еще чем хороша. Допустим, вы планируете на конференцию какие-то дни, а у вас вдруг она оказывается страшно популярной и набегает много участников, и вы прям вот не помещаетесь в эти дни. Ну, вы же реально круглосуточные конференции не будете проводить, это все-таки, ну, особый случай. Тогда можно продолжить эту конференцию, но не обязательно продолжить на ближайшие дни, а можно хоть через две недели ее завершить. Это же нереальная конференция, когда вот люди приехали, и надо конферировать, пока они здесь. Вы не можете увеличить количество дней, потому что у них билеты обратные есть, у них там места в гостинице. А здесь вы можете, ну, если это заранее оказывается, что у вас в три раза больше участников, чем вы рассчитывали, вот у нас была конференция, учебник, как модель мира и общества, и мы думали, человек 30 будет, а у нас аж 125 заявилось, то есть мы в два дня ее никак не успели провести. Мы перенесли, значит, половину конференции провели в эти дни, а вторую половину через неделю. Ну, мы так планировали, субботу, воскресенье проводить конференцию, чтобы уже более-менее точно все смогли. Ну, согласовали расписание, кто когда может, и все выступили, все были довольны. Вот в этом прелесть конференции, что можно ее таким образом продлить. Если человек не может, ну, вот какое-то время он может выбрать специфическое и выступить. Вот заочные конференции, я бы их называла вообще условными конференциями, это чаще всего вообще не конференции. И я думаю, что каждый день, я во всяком случае получаю на свою почту бесконечные вот такие приглашения на эти конференции. Вот я несколько примеров привела, вот такой гуманитарно-национальный исследовательский институт нацразвития. Вот у них конференции, если посмотреть на этот сайт, ну, можете сами зайти и посмотреть, у них прям вот каждый день конференция проходит, каждый день. И всегда у них такая вот тема там, теория и методика там фундаментальных, проблемы инновационных, вопросы фундаментальных, аспекты теоретические, значит, тоже чего-то такого фундаментального, и если посмотреть какую-нибудь одну поближе конференцию, мы смотрим, что направление и архитектуры, и астрономии, и биологические науки, и ветеринарные, и географические, вот 25 тут перечислено, 26 перечислено. Ну, что это за конференция? Это какой-то, даже не винегрет, ведь в винегрете меньше ингредиентов, чем вот в этой конференции. Понятно, что это не конференция. Это, значит, собираются деньги, выпускается сборник, как бы вот этой конференции. Значит, тут обратите внимание, форма заочная, без указания форма документов. То есть они выписывают вам липовый документ, что вы участвовали в конференции, ну, публикуют вот такие вот сборники в Ринсе, которые никто не читает. Эти сборники, вы знаете, на сленге академическом называются «братские могилы», то, что их никто никогда не читает, а если начинает их читать, то кроме иронии они не вызывают, что на все разные темы, без всякой редакции, без всего. Сборнику присваивается международный стандартный индекс СБМ. Этот индекс, он просто покупается, если его у издательства покупать, так он вообще может там 500 рублей стоить, не такие большие деньги для издателя. То есть это такой, ну, я бы сказала, мелкий бизнес, не очень чистый. Но многие пользуются этим, к сожалению. Иногда не знают, что это ерунда на самом деле. Это вот сегодня специалисты говорят о жанре мусорных конференций. Вот есть такой жанр мусорных публикаций. Это вот есть издательства, в которых не надо никогда издаваться, которые издаются подряд, без редакции. И очень часто эти издания, эти журналы или книги, изданные в таких издательствах, они в приличных университетах даже не принимаются к отсчету. И вот сегодня тоже исследователи о академической жизни, говорят о мусорных конференциях. Мы будем в общем курсе о них говорить. Но вот заочные конференции, они вполне как к этому разряду принадлежат. Причём иногда эти конференции договариваются с какими-то центрами. Вот это в Никарагуа. Такая вот заочная конференция. А что толку, что она в Никарагуа? Она всё равно заочная, всё равно не выступает. Просто написано на обложке будет, что международная конференция. И если у вас не очень искушённая администрация, она вам там включит в отчёт. А если искушённая, то с позором выкинет из вашего отчёта отчёта такой конференции. Потому что здесь то же самое, если подробно смотреть. Вот она 28 сентября будет проходить. Значит, здесь просто она дороже стоит. И всё. И там на испанском языке будет обложка. Тут даже нет никаких опций по участию в конференции. Что мешает людям провести онлайн-конференцию, не знаю. Но они не хотят с этим даже заморачиваться. Они просто делают сборник, выдают вам сертификат или диплом можно получить. Тут вот от денег зависит. Диплом там первой степени дороже стоит, чем диплом третьей степени. Какой хотите степени, такой и получаете. Сколько денег платите, такой диплом и получаете. Вот направления тоже самые разные. Как можно совместить в одной конференции исторические науки, фармацевтические, физико-математические, но это никто не знает. И я не знаю. Ну вот такие вот центры с вполне красивыми названиями. Наука и просвещение, агентство международных исследований, международных центров образования и педагогики. Вот они такие проводят. Вот пример конференции, например, международного центра образования и педагогики. Вот я прошла по этапам. Значит, пятая всероссийская конференция международного центра. Причем у них написана еще онлайн-конференция с получением сертификата. Хорошо, принять участие. Я кликнула. Дальше. Выберите сертификат. Ну, я хочу, конечно, сертификат спикера. Я же спикер. У них ухры-мухры. Дальше. Оформите сертификат. Все уже, не надо выступать. Просто вот оформите и все. Ну, я оформила, написала «Халтура собака Майл.ру». Дальше. Имя «Страшный едет ревизор». Тема доклада. Главная академия всех академий. Город Муторакань. Значит, должность моя «Самый академический академик». Ну и так далее. Вот он мне образец написал. Все, как я написала. Страшный. И я, значит, дальше могу создать диплом. И вот этот вот диплом, да, вот я заплачу, и они мне пришлют. Я там что угодно могу написать. Ну, я написала, я его покупать не стала, естественно. Я просто посмотрела, как там, значит, можно упражняться с этими сюжетами. То есть, я таких наклепать дипломов за 126 рублей, можно какое-то бешеное количество, но и грошам цена, конечно. Потому что опытные люди, ну вот вы теперь тоже опытные, они, конечно, знают, проверяют обычно такие центры. Что это за центр такой? Непонятно. Потому что конференции чаще всего проводят научно-образовательные какие-то центры, библиотеки, музеи. Вот, они помещают на своих сайтах, а тут вы заходите на сайт такой организации и сразу видите, что у них сплошные заочные конференции, сплошная вот такая халтура. То есть, вот, конечно, можно с таким дипломом опозориться. Могут и не заметить, а можно опозориться с таким дипломом, и будете объектом иронии. Это будет, конечно, неприятно. Вот, ну, и очень много сейчас таких центров, которые предлагают конференции на любые темы. Вот ещё один пример. Тоже вот конференция, тут даже нет у них опции, что участвовать в конференции. То есть, сразу опубликовать статью и всё. Это вот не конференция. Вот тоже, значит, я, Халтур Халтурович Культура, не стала тоже покупать. Я тоже поняла, что такой вот будет сертификат. Значит, я могу порекомендовать вот очень много таких как бы источников, которые именно вот о таких конференциях говорят. Но я вообще могу рекомендовать источник, который я сама пополняю регулярно. Это паблик «Академический кабинет» ВКонтакте и в Телеграме. Есть сайт, где информация для сковоров есть. Я вас приглашаю прийти сюда, потому что я такие конференции никогда не помещаю. Эти паблики и всегда смотрю и анализирую, чтобы это была нормальная конференция. Где ещё информацию можно о научных конференциях брать? Вот, к сожалению, как я уже говорила, очень мало можно посоветовать таких вот сайтов и рассылок, потому что они замешаны очень много вот на таких мусорных конференциях. Значит, подпишитесь на рассылки или на паблики научных обществ по вашей специальности, академических институтов, университетов, музеев, научных библиотек, то есть каких-то вот уже таких проверенных научно-образовательных центров, а не каких-то вот псевдоакадемий, самых академических академий всего мира. И вы тогда более-менее будете в курсе того, что происходит в той или иной сфере. Ну вот в своём курсе «Академический конференц-менеджмент. Как организовать научную конференцию, конгресс, семинар, паркшоп», который начинается уже с 16 сентября. Я рассказываю про разные конференции, как их организовать, как привлечь специалистов, где более подробно искать информацию, нужны ли там какие-то вам санкции, чтобы организовывать ту или иную конференцию, как взаимодействовать во время конференции, до, после, как составлять программу, что делать, если форс-мажор какой-то будет. Вот отдельно у меня кусочек занятий есть про форс-мажоры, потому что надо знать, какие бывают и что делать в той или иной ситуации. Чаще всего можно как-то выйти из положения. И участники получают практические задания, мы обсуждаем, они составляют и информационное письмо, мы смотрим, чтобы оно грамотно было составлено, правильно составлено, все пункты туда попали, рассказываем о том, как его можно распространять, чтобы получили интересные докладчики, как программу делать, как деньги находить на проведение конференции, как можно бесплатно проводить конференции, как партнеров находить, как находить возможности бартера, когда у вас, допустим, денег нет, грант вы не получили, но конференцию нужно провести, как можно договориться о помещении, об оборудовании, и в принципе можно провести фактически бесплатную конференцию, даже опубликовать сборник при определенных условиях. Вот обо всем этом довольно подробно я рассказываю на своем курсе, и при желании вы можете получить сертификат о повышении квалификации, потому что Директ Академия, она сертифицирована, у нее есть все необходимые документы для этого, и очень надеюсь, что вы на этот курс придете, и он вам будет интересен. Ну а сейчас наше время подошло к концу, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Значит, там вопросы сейчас посмотрю. Так, ну вот на этот вопрос я ответила, есть ли критерии присвоения статуса. Значит, я сказала, что критериев таких вот нет, не существует, и каждая институция, она вырабатывает, может выработать свои критерии. Пожалуйста, коллеги. Если есть вопросы, в чат пишите, я с удовольствием отвечу. Ну что, нет вопросов у вас, да? Я смотрю, значит, вот вопрос один у вопросов. Да, мне очень приятно, что вы пришли, и вот прослушали этот вебинар. Надеюсь, что вам было интересно и полезно. И вот если что-то хотите прояснить, я готова прояснить. Презентацию вы скачаете. Всё, о чём я говорила, там как бы есть все ссылки. Приходите на курс. Записывайтесь в паблики мои, которые я веду регулярно. Ой, Майя Стаянова, спасибо большое. Прям мир открыл этот интерес. Очень приятно мне, конечно, это слышать. Я желаю вам успешной научной и организационной работы. И организация конференции требует определённых умений, конечно, но когда они есть, понимание. Когда они есть, это, в общем-то, несложно. Я за свою жизнь провела больше 50 международных конференций. Ну, как видите, жива осталась. И это дало мне очень многое. Это много как бы сил я на это затратила. Но это мне дало очень много интересных контактов, встречи. Такого большого нетворкинга. Большого количества людей, с которыми я могу там какие-то свои научные проблемы обсуждать. И мне в этом смысле легче бывает самой организовать конференцию, если меня интересует какая-то проблема, чем искать какую-то другую. Если меня интересуют проблемы, это очень удобно. Я объявляю конференцию, нахожу людей, провожу конференцию. У меня уже есть единомышленники, которых я сама организовала вокруг себя. Так что рекомендую вам тоже пользоваться такой опцией. Это очень украсит вашу жизнь, потому что, может быть, кто-то хотел бы выйти в более такой широкий мир из своего обычного окружения, там, вузовского или музейного, или библиотечного. Как раз проведение конференции это вам даёт. Ну да, вот конференции такие ради зарабатывания, их довольно много проводят. В них только участвовать смысла никакого нет. Там деньги небольшие, но можете себе репутацию испортить, если у вас в Севере будет такая конференция. Понимаете, репутацию испортить легко. А вот восстановить репутацию уже сложнее, поэтому надо ей дорожить. У нас ведь в научном мире основная ценность – это наша репутация. Поэтому мы должны к ней трепетно относиться. Поэтому желаю вам успешного участия в конференциях, желаю вам успешной организации конференций. Может быть, я очень надеюсь, что после моих занятий конференции немножко легче вам проводить. Я курс этот уже читала, и у меня было несколько человек, которые провели потом конференции, меня пригласили. Ну, там у меня не совсем было по теме, но в качестве как бы эксперта. И, значит, вы даже советовались по поводу каких-то сюжетов. Так что я вам желаю успешной активности в этом плане. Ну, а на курсе мы познакомимся еще с возможностями, которые за научными пределами есть. Там можно как-то и карьеру устроить с помощью конференции в определенном смысле. Так что здесь это возможности вашей личной активности, которые какими-то рамками сдерживаются. А тут как раз эта сфера, где можно себя проявить очень хорошо. Спасибо вам за то, что вы были сегодня здесь. Ну, и тогда, раз вопросов больше нет, я с вами прощаюсь и желаю вам всего наилучшего. Жду вас на курсе. До свидания. Всего доброго. До свидания, Павел. Спасибо, что вы пришли сегодня. Очень приятно это было. Спасибо. 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 Продолжение следует...